Пью! Ещё раз, Эндермен в панике, Эндермен в панике, ТПХЦ не знаю куда, но смотрите, как это круто выглядит, это прям какая-то, я не знаю, как это назвать, ребят. Кагелишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем рассматривать 8 секретных и необычных команд для командного блока, о которых вы, в принципе, могли не знать. Я вам обещаю то, что они будут действительно увлекательными, интересными и, что самое главное, познавательными. Я для вас специально уже оставил ссылочку на эти команды в описании под видео. Любой из вас может зайти, скопировать и попробовать их установить в ваш командный блок в вашем мире Майнкрафт на версии 1.8 и больше. Но также не забываем ставить лайки, ведь, ребята, я вам обещаю, что как только мы наберём 1200 лайков на вот этой серии, в ту же секунду выйдет следующая часть ещё 8 секретных команд, где мы продолжим эту рубрику. И там будет ещё намного больше и лучше всяких различных команд. Поэтому, ребята, каждый лайк ускоряет выход новой серии. Не так-то сложно нажать одну кнопочку, чтобы серия вышла намного быстрее. Ребята, пожалуйста, 1200 лайков и сразу выходит новая серия 8 секретных команд в Майнкрафте, что самое главное, без модов. Также там в уголку есть кнопочка подписка на канал. Я буду очень сильно рад, если ты жмякнешь на вот эту кнопочку. Одна секунда, чтобы подписаться, но это действительно изменит погоду, потому что каждый подписчик для меня большой друг. Если ты хочешь стать моим эксклюзивным подписчиком, то я буду очень сильно рад, если ты нажмёшь на эту кнопочку. Может, для тебя это не так не важно, но для меня это очень сильно важно. И я рад, рад приветствовать каждого нового подписчика в нашей большой дружной семье. Также вы можете делиться своими секретными командами. Если вы знаете какую-то команду, о которой я не рассказал в этой серии, напишите её в комментариях. Потому что, если эта команда действительно будет стоить того, я специально для вас, специально выделю ваше имя и вставлю его в видео. И покажу эту команду, о которой я не смог рассказать, потому что я не знал то, что она существует. Поэтому, ребята, не забываем делиться своими командами. А сейчас мы приступаем к самому видео. Первая секретная команда, которую я назвал Меч Бога. Потому что с помощью этой команды вы сможете получить меч, зачаренный на 12507 шарпнесса. Да, ребята, ссылочка на эту команду есть в описании. Заходите и убивайте любого монстра в Майнкрафте с помощью только, только одной команды, с помощью только одного меча. Потому что этот меч нереально жестокий. С этим мечом вы сможете чудить, что вам только угодно. Убивать, ой, убивать любого, любого монстра только с одним ударом. Да, ребята, вы также можете зачарить любой предмет на любой уровень с помощью этой команды. Ссылочка, я ещё раз повторюсь, есть в описании. А мы приступаем к седьмому месту. Седьмое место под названием Драконорождённый. Почему? Потому что в первую очередь вы сможете призвать дракона Эндеркрая в вашем обычном мире. Но это ещё не всё. Самое интересное вы увидите сейчас. Бум! И смотрите, что мы можем сделать. На нём спавнится лодка. И, как я надеюсь, вы уже догадались, что мы можем сделать. Конечно же, ребята, мы можем кататься на драконе. В какой-то степени мы можем его приручить. Это очень круто. Потому что с помощью этой команды вы можете насладиться путешествием на драконе. И каждый день вы сможете такое увидеть. А если попробовать заспанить ещё несколько дракошей? Вот так. Вот так. Вот так. И смотрите. Офигеть. И мы можем сесть практически на любого. Мы можем сесть на любого с этих драконов. И смотрите, что у нас получается. У нас получается собственный отряд прирученных драконов. И каждый сможет этим похвалиться. А вы сможете попантоваться перед своим другом. Мы приступаем к шестому месту. Следующее место называется Безголовый. Почему Безголовый? Потому что с помощью этой команды вы сможете выдать себе же собственную же голову. Да. И поставить её как украшение в ваш дом. Как будто ваши головы охраняют это место. И никто не посмеет сюда войти. Ссылочка на команду также есть в описании. Заходите, копируйте. И что вам нужно? Сюда поместить своё имя. И вот сюда, где написано. Ещё раз. Ваше имя. Написать своё имя. Или имя любого другого летсплейщика. Башку которого вы хотите получить в вашем мире Майнкрафт. Нажимаем на кнопочку. И смотрите, что мы получили, ребят. Мы получили собственную голову. Сейчас это моя голова. Но таким способом, мне кажется, мы сможем получить голову любого другого летсплеера. На пятом месте находится команда под названием Обнимашки с Эндерменом. Да. Что я имею ввиду? Давайте посмотрим, что это делает. Азар. Во. Во. Ребятушки, все мы любим Эндерменов. А вот с помощью этой команды мы сможем с ним пообниматься. Если вы, конечно, его сможете словить. Иди сюда, пупсик. Мы с тобой просто-напросто хотим поиграть в Обнимашки. Ну, не убегай ты от нас. Ну, пожалуйста. Давайте. Во, во, во. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. О-о-о-о. Убежал, скотина. На четвертом месте находится моя любимая команда. И даже та команда, которая находится на первом месте, не сравнится с этой. На русском языке ее можно назвать групповушка. Да. Что она делает? А сейчас мы посмотрим, что она делает. И посмотрите только на это, ребята. Вы видели когда-то такое? Я, если честно, никогда. Чтобы ведьма носила у себя на голове кучу монстров. Да. Главное не давать им сгореть. Или просто включайте ночь перед тем, как заспанить этих всех монстров. В принципе, что мы сейчас и сделаем. Еще раз. Эндермен в панике. Эндермен в панике. Тп хается не знаю куда. Но смотрите, как это круто выглядит. Это прям какая-то... Я не знаю, как это назвать, ребята. Но это реально выглядит фантастически. Это вы сможете сделать у себя в ванильном Майнкрафте. Можно сказать, повеселиться с помощью этой команды. Не требовать никаких модов, никаких секретных команд. А только вот эту команду. Которую вы сможете получить, зайдя в описание. Также ее скопировав. Ребята, это очень офигенно. Это, наверное, действительно моя самая любимая команда. Потому что... Ну... Не часто ты увидишь вот такую... Крутую... Хренотень. Да. На третьем месте стоит команда под названием Супер Пупер Криппер. Да. Все мы знаем обычного заряженного крипера. Это обычный крипер, в которого шандарахнула молния. С помощью этого у него увеличивается радиус поражения, радиус взрыва и просто его сила. Но этот крипер, которого мы заспауним сейчас, по сравнению с заряженным крипером, как небо и земля. Потому что, наверное, в этого крипера ударило прям тысяча молний. Давайте сразу же посмотрим, что это такое. Спауним крипера. И кажется, это обычный заряженный крипер. Ну... Ну... Если мы выключим гейм-мод... И он начнет взрываться, и мы резко включим... Такого взрыва от крипера вы никогда, мне кажется, не видели. Потому что это действительно фантастика. Но давайте мы еще раз попробуем и давайте заспауним еще несколько криперов. Потому что... Ну это просто офигеть. Вот так, давайте, 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 давайте. И сейчас мы пойдем сюда. Вот сейчас, ребята, давайте. Резко. Ноль. И резко. Включаем. Буф! И это только два взрыва. Вы так сможете прокопаться к Бэдроку за три секунды. Если даже не меньше. Ребята, за эту команду действительно нужно поставить лайк. Потому что это стоит того. Этот крипер... Какой красавчик, да. Команда, которая расположилась на втором месте, называется Торнадо из слаймов. Да. Давайте посмотрим, что это такое. И вы когда-нибудь видели вот такую фиготень? Я, если честно, никогда. Но давайте мы выключим гейм-мод и посмотрим, как это большущая... Не знаю, большущий небоскреб из слаймов начнет на нас медленно, но уверенно двигаться. И смотрите, как это круто выглядит. Что самое главное, снизу находятся маленькие слаймы, а сверху находятся большие слаймы. Не наоборот, мол, большие слаймы на себе держат все меньше и меньше и меньше. Нет, наоборот, и это еще круче выглядит. И вот такой структурой это действительно напоминает, как будто какой-то торнадо. Торнадо никто никогда не видел в реальной жизни. И, в принципе, не советую вам его увидеть. Но все же, все же, как это круто выглядит. И когда мы убьем... Ой, ой, их тут столько много появляется, что до суда можно сойти. Вот. Приступаем к номеру один. Да. Каждый ярый фанат Майнкрафта хоть раз в жизни задумывался. Есть ли конец в мире Майнкрафт? Или все же мир будет генерироваться бесконечно? И в любую точку, в какую бы вы ни пошли, мир будет продолжать генерироваться. И вы никогда не найдете конец. Но все же, ребята, я спешу вас расстроить то, что все же конец есть. И вы сможете найти обрыв, можно так сказать, финальную точку мира Майнкрафт. Да, ребята, давайте мы сразу же туда тепехнемся. Что самое главное, это не нужно вписывать в командный блок. Вы просто можете написать это в чат и тепехнуться на ту точку. Вы готовы, ребята? Готовы увидеть конец мира Майнкрафт? Да, давайте посмотрим. И смотрите. Это конец. Все, ребята. На этих координатах действительно находится конец мира в Майнкрафте. Кто не знал, вот специально для вас показываю. Все. Это конечная точка. За эту точку вы больше не сможете зайти. Но, как вы видите, сейчас мы находимся тут. То есть мы находимся тут. Тут, за этой стеной, находится обычный мир Майнкрафта. Тут финальная точка. Как вы видите, тут больше чанки не генерируются. Больше мир дальше не спавится. В середине этой стены мир все-таки продолжает генерироваться. Вы видите, как сейчас появляются большие горы, саванна, устыни. Но тут больше ничего не будет. Тут вы также не сможете ничего строить, ничего ломать и вообще ничего делать. Потому что это запрещенная зона. Сюда вы никак не сможете попасть. Если мы зайдем обратно в мир Майнкрафт, вы тут можете строить, вы тут можете ломать. Но попасть обратно за вот эту стену вы не сможете. Да. Потому что это конец мира Майнкрафта. Вы только сможете опять туда телепортироваться и продолжить... Не знаю. Исследовать новый мир вряд ли у вас тут получится. Потому что мир не такой уж и большой. Но все же, ребята, кто не знал, вот вам. Вот вам самая финальная секретная команда. И финальный секретный факт. Потому что действительно, я недавно только об этом узнал. До этого я тоже, как все, наверное, думали. То, что, ну, мир Майнкрафта бесконечен. В любую точку, в которую бы ты ни пошел, мир продолжит дальше генерироваться. Но нет, ребята, это не так. Да, это была последняя, восьмая по счету секретная команда в Майнкрафте. И на этом я хочу вам сказать большое спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца. Если оно вам хотя бы чуть-чуть понравилось, ребята, поставьте, пожалуйста, большой палец вверх. Кнопочка, на которую нажать, отнимет у вас только всего лишь одну секунду. Но за эту секунду вы ускорите выход следующей части секретных команд. Как только мы наберем 1200 лайков, я вам обещаю то, что в ту же секунду выйдет следующая часть. Да, ребята, также там в уголку есть кнопочка с названием подписка. Если вы, конечно, ее еще не закрыли, на которую вы также сможете нажать всего лишь за одну секунду. Если вы смотрите это видео, и вы не подписаны на меня, и вы думаете, это не так-то важно. Ну, подписан я, не подписан. Все же я смотрю видео. То нет, ребята, вы ошибаетесь. Потому что каждый подписчик для меня как друг. Я вас очень сильно люблю и сильно вас ценю. Я отвечаю на ваши вопросы в комментариях и также с вами общаюсь. Не каждый ютубер может этим похвалиться. Но все же, ребята, я очень ценю своих подписчиков. Поэтому, если даже тебе это не важно, если тебе так тяжело, то, пожалуйста, пожалуйста, нажми и подпишись. Мне действительно будет очень приятно. Еще раз повторюсь то, что ссылочка на вот эти все команды есть в описании. Заходите, копируйте и также радуйтесь, потому что это только первые 8 секретных команд. Не забываем то, что у нас еще может быть вторая часть. Когда она выйдет, зависит только от вас. Да, ребята, на этом мы будем заканчивать. Еще раз скажу всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.